I have ways of blowing things up. Мы пошли до нее только сейчас, она у меня лежала в стиме до лучших времен, когда у меня наконец-то будет время ее записать, и вот она появилась. Я ее не смотрел, не играл, я старательно все эти годы обходил все геймплеи и все, что только по ней показывали, потому что мне хотелось самому этим заняться. Пожалуй, сегодня настал этот день. Поехали. Тут есть два игрока. Серьезно? Ладно, один игрок. Да, как обычно, первую серию мы немножечко разбираемся со звуком. Я музыку укрутил хорошо пониже, а звук остался чуть повыше, посмотрим, как оно будет. Ну что ж, гусь выберусь. Стереть сохранение. Желтое, зеленое. На желтое мы пойдем. Желтое на синем фоне всегда хорошо смотрится, согласитесь. Так, сохраняется автоматически. Хорошо, поехали. Чтобы гоготать. Я могу двигаться. Я могу гоготать. А, я могу как в Диабло управлять, вот так вот. Прикольно. Адский гусь вышел. Ох ты ж, е, на тропу войны. А, вот так вот. Почему-то на Эй это отзумить. Там колокольчики. Так, погоди. Схватить перемещение мыши, уменьшить кого? Гуся, меня. А, это то, что на Эй, оно же и на этом. Я понял. Так, бежать, shift, схватить, гоготать, присесть, хлоп, хлопнуть. Вали, вали отсюда, вали отсюда. Неплохо, хорошо. Мы сюда еще, наверное, вернемся. Там же не зря эти колокольчики. Я думаю, что если бы это было все на английском, я специально для записи переставил на русский, то там было бы, ты играешь за гуся, и тебе такие говорят, дак, нагнись. Так, так, дак. Схватите, пожалуйста. Опа. Опа, оп, 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 оп. Я могу вот так делать. А как я могу понять, что хватабельно, что не... А, вот, ну хорошо. Наклоняйтесь, чтобы потерять весь... Держите, control, затем нажмите. Так, брось. Брось, пожалуйста. Ну, я хочу вот эту банку поднять, я понял. Все, хорошо. А, A. Это отдаление, S. Это зум. Я просто пытаюсь на WSD ходить. Оно сделано как-то на стрелочке ходить и на мышь ходить. Так, ну это я понял, ладно. Теннисный мячик. Ботинок и банка. Хорошо. Что-то из этого мне понадобится, я уверен. Так. Так, чувак. Control. Открываем. Ты не хочешь... На самом деле это неудобно, потому что... Как вам сказать? Помните, были Command & Conquer? Потом были вот Red Alert, и потом были... Ну, генералы вот из этой серии, из Command & Conquer. А также были другие игры. Во всех других играх у нас как бы правая кнопка была, чтобы двигаться, а левая кнопка для того, чтобы выделить. А в Red Alert было наоборот. И тут вот управление как в Red Alert. Ну, я понимаю, что это очень грубое сравнение. Я могу? Могу. Итак, Untitled Goose Game. Я вижу хавчик. Я вижу корзину для пикника. Ещё, кстати, мне запомнился слоган под эту игру. This was never an option. Типа, мир никогда не рассматривался как вариант. Если не ошибаюсь, это прям вот отсюда и к этой игре. То есть у нас... Злой гусь, поберусь. Или что с ним не так? Сейчас будем смотреть. У меня пока что никаких целей, никаких заданий. Вот обучалка мне сказала, вот это сделай, вот так вот сделай. И всё тебе будет хорошо. А взлететь я не могу, да? Или меня пока не научили? Я пока не понимаю. Сейчас посмотрим. Вот тут я, скорее всего, могу выйти. Это логично. Эта штука меня тормозит. Фига себе. Давайте я сплаваю ещё в другую сторону. Потом пойдём за корзиночкой из пикника. Потому что она очень уже заманчиво там так лежит. Почему-то мне вспоминается симулятор медведя. Ребят, кто не играл, это абсолютнейший гениальный шедевр. Я, к сожалению, проходил его абсолютно полностью. Но, с другой стороны, это было довольно давно. Прям очень давно. И если я ещё годик подожду, то, наверное, возможно, я даже запилю прохождение на канал. Кстати, кто в курсе вообще, что это за игра про медведя, и кто понимает, насколько это всё круто, пожалуйста, напишите мне об этом. Я буду рад. А как съесть? Я понимаю, что я не могу съесть яблоко, но... Яблоки, кстати, плавают. Да, это правда. А сэндвич? Так, я остырил сэндвич, но мне от этого что-то не хорошо, не плохо. Размакай хлебушек. Пусть хлебушек размокнет, и тогда я смогу его съесть, правильно? Правильно. Блин, он тонет, что ли? С мокрых вещей капли текут. Понял, хорошо. Ага. А я, типа, от этого... Я думаю, я могу открыть, но я могу только тащить. Хорошо. Насколько это памятник. Шланг. С, чтобы увеличивать, уменьшать. Ага, понял. Ну, наверное. А я могу как-то его, знаете, расшматывать, вот. Пойдемте мы это в озеро закинем. Это же круто будет. У нас тут, блин, у нас тут это клуб загрязнения природы, да? Вообще пока не вдупляю, что происходит. Отойди, пожалуйста. Опа. Ну, под такое можно уже собирать гусиную ар... Ох ты ж! Ох ты ж, я тебя понял! Я тебя понял, чувак! А что мне сделать, я не знаю. У меня было задание? А, серьезно? Я сейчас случайно на тапк кликнул. Так, дела. У меня есть дела. Я деловой гусь. Народ, я деловой гусь. Фига себе. Так, намочить садовника. Сделаем. Украсть ключи садовника. Посмотрим. Заставить садовника надеть твою шляпу от солнца. А, свою. Грабли в озеро. В озере, это я понял. Устроить пикник. Принести на пикник сэндвич. Яблоко, тыкву. Морковь, варенье, термос, радио. Корзину. Погоди. Тыква. Тыква, иди сюда. На пикник это... То, что я думаю. Это вон... То место. Вот сюда, да? Ну-ка. Да? Хорошо. Договорились. Яблоко, яблоко, чувак. Яблоко, яблоко, яблоко. Давай, теперь нам срочно надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь, когда у нас появился список дел. Делового гуся. Я возьму мокрый хлебушек, потому что мне его так удобнее кушать будет. Я же все-таки гусь, все дела. Так. Термос, радио. Термос, кстати, это будет интересно. Морковь, варенье, сэндвич я не принес. Или это испорченный сэндвич? Хорошо, давайте я заберу этот. Корзину сейчас притащу, тоже без проблем. Да, сэндвич. Прикиньте, тот, который в воде побывал, он уже испорченный, он уже не считается. Давайте-ка тогда. Корзина. Картина, карта. Так, варенье, морковь, термос и радио. Радио я, кстати, видел у мужика, его нужно было сразу отобрать. Ну ладно. Он его, скорее всего, забрал. Стой. Я ничего тут не могу с ним сделать. Ладно. Морковь, скорее всего... Да, вот она. Намочить садовника. У него ключи. И я хочу его ключи. Я вижу цель. Я не вижу препятствий! Ну, красть ключи. Намочить садовника. Понял. Погодите. Мне нужно... Да не, я тебя не трогаю. Все, все, иди. Морковку я стырю. С морковкой все нормально. Не то. Вот так. Блин, он не туда пошел. Ладно, давайте тогда я пока что морковку стырю. А, наклониться. Морковка на месте. Морковка на месте. Варенье, термосы, радио. Блин. Грабли в озере. О! У нас дела потихонечку складываются, знаете? Дела потихонечку складываются. Так, давайте тогда попробуем грабельки поискать, что ли. Мне нужно чувака замочить, как бы плохо это ни прозвучало. Вот. И... А, можно и так, кстати. Термос! Термос мне... Термос мне нужен. Радио, он сюда... До свидания. Я пошел. Ну, какой пикник без термоса, вы что? А как же кофеечек? А, стойте, где мой пикник? Да, развернись, гусяра. Здесь что осталось у нас? А, варенье. Варенье и радио. Варенье, по-моему, тоже видел на столе только что. Пойдемте, соберем пикник, потом уже будем издеваться. Сорян, над фермером дальше. Вон варенье. А, тут у нас и яблоко было запасное. А, вон шляпа. Я понял. Так, а как мне? Закрыл, слышал. За радио он, кстати, может прийти. Поэтому радио, наверное, надо лошадь последним. Радио осталось, да? Ага. Пойдем, попробуем. Попробую на зум-аут играть вот таким вот образом. Привет, чувак. Включей у тебя уже стырил. Как мне заставить тебя шапку одеть? Надо будет... Никто, не то, не... Брось! Назад уже этим путем не пойдет. Нужно будет его просто под... Ясно. А, кстати, грабли. Наклониться, что ли? А, он их у меня отбирает. О-о-о. Он их ставит еще и на место. То есть мне нужно это все простелсить? Посмотрю, куда он сейчас пойдет. Не увидел. И не услышал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, грабли утоплены. Они еще и не тонут. Потому что у них деревянная рукоятка. Так. И... И-и-и-и-и. Намочить. В смысле замочить. Или радио. Сейчас посмотрим, где он находится. Управление. О-о-о. Давай... Это сюда беги. Управление, честно, вот не очень. Вот прям не очень. Вот. Ну, быстрее. Нормально. Чувак. Ты не заберешь эту вещь. Ты не пройдешь. Так. Хорошо. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Это значит стырить у него его шляпу? И утопить. Валим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет! Ах ты ж! Я его недооценил. Ну, в смысле, я не думал, что тут такой неглубокий пруд. А, ты еще это вытаскивать все будешь? Ты какой? Хорошо. Challenge accepted. Нам нужно понять. Ты же сейчас наклонишься, правильно? Мне нужно стыкзить его шляпу. Ладно, давайте тогда с пикником завершим. Или как? Или что? Не трогай меня, человек! Во рту хек. Вот, смотри, у меня. Что ты на меня смотришь? Вот мой второй шанс на шляпу. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я больше пик pontos. Я не знаю, я больше. Пиком. Я не знаю, я. Я не знаю, я больше. Я вижу, что ты лечебный потап. Да. И мне нравится. ты же не пойдешь сюда да он пошел за другой шляпы эту шляпу кстати несет течением если что но он об этом не знает отлично отлично прям хорошо идем издеваемся над человеком как только можем есть теперь радио новый пункт устроить пикник заставить садовника ударить тебя молотком а себя молотком по пальцу молотком надо чтобы него молоток в руках был а он пошел это сейчас я сейчас ну чтобы он это вниз уже ну что бил да чтоб тебя сейчас погоди отпусти да ну на цель ладно ладно фиг с тобой давай мы заберем этот тупой ящик чтобы он нас не а Сюда можно, пожалуйста? Мне нужно пикник закончить, ты не понимаешь, человек! Садовник, открыто. Так, что мне еще нужно сделать? Ну, все, по идее, с этими делами мы разобрались. А что дальше? Как это теперь должно сработать? Ладно, мне нужно попасть, возможно, на какую-то другую территорию. Хорошо, с садовником мы сделали все, даже доп. задание, что приятно. Сейчас, возможно, я не знаю, как сохранить, продолжить. Я надеюсь, что оно сохранилось, я не видел значка сохранения, надеюсь, что так и есть. Получается, что нам теперь нужно походить, путешествовать по территории, посмотреть, что нам еще могут предложить. А на этом, наверное, будем тогда заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи. Добра-бобра, всем молодушек, всем покеда! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»